Добро пожаловать мальчишечки и девчоночки, с вами ваш Невермор, мы продолжаем в страдании, страдания, боль и страдания в нашем любимом Тимберленде. Тимберборне. Уже забыл как называется, но всё равно. Мы закончили на том, что мы построили механическую мастерскую, и хороший был комментарий, что для постройки бочки значит шестерёнки нужны, а для передачных валов шестерёнчатых они не нужны. Ну, жизнь, боль, шестерёнки остались от вымершего человечества, может быть что-то такое. Мы пойдём по своём пути, мы должны, давайте сразу же забросим на производство бочечку, шестерёнки где-то там в запасе купятся. Еда, 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 еда. Работает очень хорошо у нас бочка поливная, но не хватит нам её на целый день, поэтому я так... О, а смотри-ка, ещё не вся вода ушла, а? Ещё немножко осталось. Может нам поставить здесь как-то водоотсос? Пробахнуть здесь дороженьку, правда далеко бежать будет от центра, но ничего, но ничего, мы подумаем. С этим вопросом немножко позже. Пока что. Что у нас работает, что у нас не работает, что нам нужно? Благо, состояние. Нужно 15, есть 6. Мы можем добавить ещё костёрчек и террасу на крышах, за которые были комментарии. Мы можем поставить всякую эстетику. Нужно больше науки, Карл. Нужно в разы больше науки. Нужно, наверное, накопить по-простому, по-хорошему на... На вот это, на обсерваторию. Будет обсерватория, будет производиться гораздо больше вычислений за раз. И да, вот то самое-самое, за которое Неверу попеняли немножечко в комментариях со словами Невер, ты дебил. Может быть, зато я красивый. Вот. Просто нужно было на платформу поставить дорогу. То есть, просто бегать по ней они могут, а догадаться, что это проходимое место, ну не особо-особо. Бабрыс? Господа, бабрыс, шо сказать. Так, с вами продолжаем. Давайте четвёртую скорость. Странно, что вода совсем не будет уходить. Я бы был не против такого дела. Мы бы здесь поставили реально водоотсос. А не, пардоньте. Быконозыря. Вода уходит. Но разными слоями. В любом случае, водоотсос мы здесь поставим. Мы, наверное, должны срубить немножко деревя... Так, не деревяшку, не деревяшку. Почитал комментарий, хороший, кстати, на тему деревяшки. По поводу того, что... Берёза растёт быстрее всего. Берёза растёт быстрее всего, но у нас уже растёт вот это. Сосна. Немножко растут каштаны. И менять на перепуте своих этих деревьев мы не будем на переправе. Так, так, что тебе нужно? Флаг дровосеков, господи, дровосеков. Нечем заняться. Нечем заняться, я тебя сейчас найду. Если здесь ничего не растёт, значит, бебеням ушёл. Чё-чё-чё. Свободный работник нарисовался. Мы тебя перебросим. Мы тогда построим ещё одну вертухальню научную. Чтобы быстрее накопить ту самую тысячу наук, которая нам нужна. Научная вертухальня. И да, я читал, что можно поставить её на домик. Но, друзья мои, слушайте. Мы с трудом выживаем вот в этом формате. Если мы ещё домики на домики ставим, то архитектура просто ляжет. Пока что сделаем нижние мастерские. Потом переведём их наверх. Две штучки, там дорога есть, всё окей. Можем поставить ещё один костёрчик. А где бы его только влепить так хорошо, чтобы он влепился. Давайте, наверное, про всякий пожарный. Мы на будущее поставим домик. Вот такую хатку. Я же очень сильно надеюсь, что если я лесенку к ней поставлю, то бобры догадаются, что это прям вот жилое помещение. Им дорога на лестнице не нужна. Давай, один, второй, третий, четвёртый. Заход там. О, а здесь мы можем поставить какое-нибудь украшение. Я тут видел, я тут видел. О, даже пиликнуло. Я вил кусты. Стоит дёшево. Стоит всё же 12 брёвен, 20 науки. О, наука пошла. Давайте пробахнем два куста. И посмотрим, насколько это вообще всё шикарно. Приоритет, конечно же, верхний. И были, были, были хорошие комментарии на тему того, что недостаточная энерговыработка. Возможно, мы бахнем ещё одно колесо. Возможно, мы... А слушайте, а чё бы нам не сделать по-умному? Спросил Невер и понял, что смешно прозвучало. Согласен. А нам и сделать по-умному. Мы же можем, если так разобраться, поставить вот то самое вертухальное колесо, которое будет вертеть один бобр. Или вложиться наукой в ветряную мельницу. Тогда нам не нужно будет отвлекать одного бобра на бесполезную работу. Вертухайка большая, нужно 36-терёнок. А здесь вертухайка маленькая, 20 диряжек, 20... Давайте вот это возьмём. Минимальную вертухалку. Тяжёлые наследия реморда. Надеюсь, здесь без балды в какую сторону его ставить. Ну, вроде так должно работать. Следующий... А, во, 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 вода заканчивается. Питьевой уже нету. Бобры, держитесь. Скоро будет большая боч... И мы реально сейчас расчистим. Поставим ещё пару сосалок, троечку. А где моя расчищалка? Скилл немножко растёт. Вот. Взял, сделал. Они... А, да-да-да-да-да-да. А то они чистить будут долго и никогда не расчистят. Вот это, пожалуйста, в первую очередь. Здесь влезет ещё одна. Здесь влезет ещё одна. Да, вот здесь тоже нужно, пожалуйста, к бебенешкам убрать. Чтобы не мешало. Триоритетик, пожалуйста, тот же. Чуть-чуть. Максималити. Есть-есть. Минус три. Минус три по засухе. По благосостоянию. При том, что, я вам скажу, раньше было минус шесть, минус восемь. Наверное, кусты делают своё дело. Кусты, вы делаете своё дело. Эстетика куст в пределах одной клетки. Скорее всего, влияет, не знаю, на домик. Да нет, но на дорогу точно. То есть, по-хорошему нужно ставить ещё кусты. Что можно на одну клетку вот здесь поставить? Кроме куста. Можем поставить лавочку. Но много досок. Лучше брёвнами выходить. Вот так. Они от перекрёсток бегают в любом случае. Будут довольно-предовольно. Минус пять. Бобры держите. Скоро будет... Не скажу, что будет получше, но что-то будет. Так, сосалка... Сосамбо один. Так, это сюда, вот сюда. Сосамбо два. Нужно им назначить заодно приоритет по выкачке воды с самой первейшей. А, вот знал же. Вот знал же, что... В смысле? Когда эта дорога стала удалять... Серьёзно? Дорога удаляет пеньки. И никто, наверное, об этом не написал. Добрые вы люди. Люди. Просто добрые вы люди. Так, дерево клепается. А здесь ещё вопрос в том, что наши-то растут, но растут медленно. Так, рубишь или не рубишь? Скажи, да? Скажи, да? Да, срубил вроде. И дрова собрал. Замечательно. А если это всё рубится и... Кстати говоря, вот здесь у нас, наверное, не назначена зона на вырубку. Помните, деревья под сруб. Да, вот эти, пожалуйста, тоже не забывайте. Водичка пошла студёная. Хорошо. Мне пояснили такую классную забомбезную штуку, что можно немножко контролировать приплыв-уплыв воды. Мы можем это даже сделать. Мы можем поставить плотину. Вопрос только, мы ставим дамбу обычную или плотину за полностью блокирующую воду. Плюс шлюзик. Плюс двойной шлюзик. Наука есть? Наука есть. Давайте так. Давайте сразу вложимся в нормальную плотину. и вложимся в шлюзик. Ну, мне об этом советовали, поэтому... Ну, а чё бы нет? Чё бы нет? Шлюзик мы должны поставить слишком далеко от района? Не-не-не. Мы должны поставить... Ну, как я это понимаю, своему убогему мишкам. Что-то вот такое. Полностью блокировочку. Пару шлюзиков. Возможно, но не точно. И вы туда не добежите, потому что слишком далеко от района. Вам дорогу проложить сразу или вы догадаетесь? Ну, я научился дорогу прокладывать, поэтому... Буду смелым. Буду героем прям. Вот это на повышенный. И повышенный. И на работу тоже. Если у нас не будет воды на следующую засуху, при росте населения мы просто не втащим по еде. Пока что оттаскиваю, но в основном, смотрите-ка, за ягоды. Куда они делают морковь, мы не знаем. Здесь явная коррупция. То есть при проносе от седового до от седового явно исчезает куда-то кому-то в бобровый карман. Учитывая, что у бобров карманов нету, вы сами догадались, куда они их спрятали. Так, нам нужно еще немножечко на сбор ягод вот здесь. По-моему, у нас зона чуть-чуть, но не накрывается. Давайте. Ну, пошла жара. Пошло производство шестеренок. Доски 6 с 10, шестеренки 0 с 10. Копления нет, но вот здесь вот. Да, да, мы произвели первую шестереночку. Это уже шикарно прекрасно. Главное, чтобы на врачах не вырубили свет, потому что это будет вообще не шикарно, не прекрасно и совершенно неприятно. Так, вот, 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 что я говорил. А, вы лестницу еще не построили? Пардонте. Быконул зря. Быконул зря, уже не первый раз. Есть еще мысли ворваться вот сюда вот. На сбор металла, сбор металла. Ну, я прекрасно понимаю, что я потрачу сейчас 250 науки, а мне скажут, будь там плавал. Потому как можем проверить на ягодках, да? Ага, вот, вот красный предел дороги, а дальше нужно ставить новый район. Нам не пояснили, как ставить новый район, поэтому обойдемся без него. Лучше ждем нашу дамбу. Может, что-нибудь да вырастет. И таки вы не поверите, но это свершилось, да. Одна лесенка решает вопрос с доходом наверх. Ей отдельная платформа не нужна. Невер тупил, тупит и будет тупить. Но не забываем, что он красивая девочка-волшебница, ему простительно. А что я еще поимел такую мысль хорошую? Прямо интересную, сам себе завидую. А что если, ну, это же бобры, да? По логике мы эти хатки должны уметь ставить... Во! Реально, хатки ставятся в болоте. В реке-то я не знаю. Будет ли оно его сноситель, будет ли оно рабочее, мы не в курсе, но мы проведем маленький творческий эксперимент. А вот это к бебеням. Спасибо большое. Дерево можно тоже к бебеням. Обязательно срубить, задолбать. Дороженьку мы сейчас проложим. Так, где моя дороженька? Вечно путаюсь. А, то есть полувыросшее деревоцем мы не можем, а? Приоритет номер 1. Дерево Моздай. Ну, просто интересно. Бобры ж бобры. Может, мы сможем домами перегораживать круче, чем дамбами? Она же все-таки выше. Двухъярусная. Так, с дороженьку еще одну. Это за... О, вот он районный центр, бог ты мы. Подписали бы хотя бы. Так, бобр ранен. Что такое? Где-то-то-то. У нас раненый бобер. Юст, у нас проблема. Ранение, питание. Морковь. Вот кто же... Он не ранен, он обожрался морковью. Все остальные голодают, он с собакой обожрался. Ранение минус 2. Жажда голода. Ну, зеленое-зеленое уже хорошо. А шестеро пока что. Пока что шестеро... Но кусты, смотрите-ка, решают кусты вопрос. Можем еще разочек поставить куст. Просто интерес удля. И еще один костерчик в нашей... Вот здесь вот, в жилой зоне. Здесь просто можно домик поставить. А давайте вот здесь поставим еще один костерчик. Не на самый высокий приоритет, само собой. Просто заходом сюда. А где у нас самые еще пробегательные места? Вот здесь, наверное. И с зазором 2х2 вмещается еще парочка кустик. Хотя здесь кустами покрываются. Во, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Маленькое место. Возле дорожки. Просто изи-пизи то, что нужно. Памятники, памятники дорогие. Я памятник не смотрел. Тысяча монет за памятник трудящих. И я понимаю, что коммунисты стоят дорого. Но не настолько же. О, слушай, а зоны-то стакаются. Или просто рядом поставил. Буду в мире хорошее, что они стакаются. И вот здесь, пожалуйста, тоже. На склады вы бегаете, так что все окей. Можно еще и вот здесь. Вот, тройной пробег. Просто супер довольны бобры. А семеро, при том, что вроде бы мы это делаем лучше, но становится только хуже. Мокрый шер, 1934. Нужно еще душевые поставить. Не проблема. Не проблема, не проблема. Проблема найти, где эти душевые. Потому что вот они. И больничные койки у нас. Можем светилище попробовать. Сотка науки. Будем молиться чем-то хорошему. Нет, душевые, пожалуйста. Дущики. Только так, чтобы... Вот, сразу что выработало. Есть дело, есть дело. Большая бочечка. Скажи, пожалуйста, ты уже или ты еще? Шестеренки не хватает. Ах, ты же, яхтыш. Скорее всего, из-за отсутствия деревьев. При том, что вот здесь уже должны собирать. А вы, бобрятушки, да, должны собирать. Зато. Зато, 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 зато. Мы начали производство дамбы. У нас подсос воды полный. Практически за незасушливый сезон мы забиваем вот эту поливную. Нужно что-то делать вот здесь. Но я боюсь, что нам воды не хватит. У нас слишком много, слишком бобров. Так, а шлюзики же требуются? Плотина бревна, шлюзики требуют доски. Ммм. Как бы ни было, это грустно. А вопрос в том, что у нас вот здесь вот еще есть очень даже неплохой кусочек дерева. Как добраться и срубить? Другой вопрос. А где мы еще можем поиметь? Можем вот здесь поиметь, всякие сухие деревья их собрать? Вроде не проблема поставить маленькую лесенку, забежать. Там же забега нету. Забега нету. Не проблем. Так, чтобы это было ближе к центру, чтобы они его заметили. Вот сюда, пожалуйста. Остороженько, вот сюда. Дровосек, гумосек, пожалуйста, вот здесь. Тебя ж поставил, тебя ж поставил, а? Один пошел работать. А, да, и под сруб деревьев. Потому что о чем он там работал? Не забывай, что их нужно еще и назначить на рубку. Тюч. Тюч. Срубим, потом освободим. И дальше придется нам... О, офига ли вы здесь не рубите, потому что я вам не назначил здесь работника. Окей. Подумаем. Тем временем у нас 1К науки. Это настолько прекрасно, что хочется плакать слезами суровой мужской радости, но... Пожалуйста, обсерватория. Которая требует... Подоните, что у нее? 80 дос, так я понимаю. 30 шестеренок это тоже отдельный ад. Что такое 10 каких-то странных деревьев? Какие-то деревья. У нас деревья есть? Вот, 10 сосен. А в каком формате нужно 10 сосен впихнуть в обсерваторию? Это были тысячи пролюбленных очков науки, поэтому нет. Нет, нет, спасибо, но нет. А лучше чем? Остальное все слишком дорогое. У! Слушайте, заработало. Заработало. Производительность как... О, он сам поворачивается по ветру. Энергия 174 лошадиные силы. А в смысле какие лошадиные силы-то? Что за обман? Силы должны бобровые меряться, а не лошадиные. И да, мне сказали, что вот это можно запрудить водой. И заделать... Офигали бы и нет. Мы это снести можем? Снести, пожалуйста. Мы здесь стоим маленький шлюзецкий. И работаем с этого дела очень даже супер мощно. А здесь... Охрана, отмена не надо. Мне большие платформы. Я еще от малых не отошел. Потому что по ним можно ставить дорогу. Это отдельная степень злобности. Здесь один. Кустик мы срубаем. Кустик нам вообще здесь не упал. Сейчас вы видите мою супер мощную идею. Приоритет номер 1. Приоритет номер 1. Полотенушка, ты как там? Да, слушайте. Синхронизировать с соседними шлюзами. Какая удобная штука. Ты еще скажи, как тебя закрывать? Я был бы счастлив. Высота... Оу, высота 0. То есть мы его тут... Оу, смотрите-ка, поднимается, опускается. Да ты ж моя золотая. А как только видим, что будет засуха идти, мы сразу же, сразу же его опускаем. Закрываем полностью. Такс. Тогда, знаете, здесь надо все-таки первый приоритет сделать. Заодно выйдем на другую запас дерева. Я их находит слишком далеко. Да знаешь, слишком далеко. Вы клепайте быстрее, бобрики. Вода 15-15. Джозала работает. Ах, ах, ах. Не успеем мы до следующей засухи. Еще пять шестерней нужно. Вроде бы и произойдет. У, ех, за пруда пошел. Смотрите-ка, как быстро. Даже не заметили. Делаем махонькую дороженьку. Делаем тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю шлюзики. Должны... Вот тут должны успеть дозавские просто в 100-500. Шлюзик, 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 шлюзик. Маленький шлюзик. Делаем шлюз. Австри, пожалуйста. Вот так. Не изи-пизи, но... Идею вы мою поняли. Сразу же, пускай будет закрытым. И сразу же одномоментно, чтобы была дороженька. Ну, мы-то поставим, может, реально бобра этого на велосипеде. Глядишь, что дозайдет. А вообще, шлюзы проходимые или непроходимые? Потому что, если шлюзы непроходимые, то... Ну, а шлюзы-то, наверное, непроходимые, нифига. По шлюзам реально дорога не прокладывается. Воу-воу-воу-воу. А как-то из этого выходить? Из этого неблагородно-неблагодарно... А, знаю как. Знаю как, есть дамба попроще. Пропускабельная. Такс. Я понимаю, что, скорее всего, я это делаю настолько неправильно, что многие плачут сейчас кровавыми слезами. Вот, пропускабельная дамба. Два шлюза. Это будет обходная. Ну, а кровавые слезы, дело такое. Тоже, пожалуйста, не особо задерживаемся. Ускоряемся на ускоренной. Да, 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 сюда они понесли. Ты же правильно понимаешь, что это пропускающая дамба? Блокирует воду, но немного пропускает через слив наверху. Вот, слив наверху есть. Дальше шлюз можно будет заблочить. Здесь построили, здесь построили. Тюк. Высота шлюза, теперь главное понять. А, поднятое, поднятое положение блокируют. Вот. А каким боем вы сюда добежали, если у вас здесь нет дороги? Хм. Интересно. Дороги нет, но выдержите. Окей. Добежали, молодцы. Как-нибудь да сделайте. Что с бочкой-то скажите? Да, мы воду не назначили. Вот. Невер молодец. Ждет, пока там бобрю-брагу сварят. Скажи, пошло дело? Пошло дело. Е. Е. Да, процесс идет, все хорошо. А тогда, наверное, знаете, сразу-ка... А то есть промежуточных 0.75 здесь нет. Но течение, слушайте, реально усилилось. Вот там что-то говорили про физику жидкости, а вот она реально физичнее стало. Смотрим благосостояние. Мокрая шерсть, не хватает все еще одного. Жилище. Заметьте, нам нужна еще одна хатка. Бобры поняли, что живут, что у бога за пазухой, и начали шпехаться. Проблема в том, что еды не хватает. Моркова не растет. Придется делать еще одну. Придется делать еще одну. Что мы можем вообще поставить? Давайте на первой скорости. Есть подсолнух, есть картофель. Картофель можем приготовить? Фермерский дом, водяной фермерский дом. Гриль из картошечки. Да, во-во-во-во. Скоро будет засуха. Близься засуха нехорошо. Не успеете. Даже если очень сильно назначат, все равно не успеете. Ммм. Но вроде бы должен быть вброс с большой срубленной моркови. И да, морковь наша настолько суровая, что ее нужно рубить. Так, если я вам назначу приоритет на эту работу, чтобы вот прям вот сразу, как только, так только. Еда вам очень сильно нужна. Зачищаем новые плантации. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Вот это, пожалуйста, убрать. Да, давайте, полностью защищайте. С помощью новой водяночки мы сможем, наверное, запитать еще одну поливную. И там мы сделаем все-таки вот то самое. Посадочки картофания. Черника, черника. Хотя можно черники поставить. Черника. Рост 12 дней. За 12 дней 3 ягоды. А дуван они не едят. Это было бы нелогично. Бу-бу-бу-бу-бу. А где вот культурные посевы? Морковь. 4 дня, 3 морковы. При этом питаемся мы одними ягодами. Как это работает, никому непонятно. Подсолнух. 5 дней, 2 семки. Картофан. 6 дней, 1 картошка. Долго растешь, собака. Долго растешь. Рогос. Не то. Кубышка, кубышка. Это серьезно? Что такое кубышка? Теперь нужен водяной фермерский домик. Окей. Мой вариант. Самое смешное, что морковь самая продуктивная получается. Френовая растет, но самая продуктивная, зараза. Или высаживать кусты. Наверное, высадим кусты. Я же надеюсь, что вы их это... Да, зона покрывается зажбегом. Может, слушай, а может им добавить еще один фермерский домик? Вот это было бы более логично. Так, фермерский дом. Потому что два работника на большие поля, по-моему, это не совсем то, что требуется. Что ж, давай-ка. На ускоренной программе. О, в смысле? Вы, падлы, могли по воде... И вы молчали. Кстати, было только 666 очков науки. Годиня там. По домам. Смотрим, жилье. Жилье дома забиты не полностью. Поэтому фига ли вы были недовольны. Там еще одно свободное место есть. Восьмера. Но что-то недовольна. Может, это за то, что одна хатка затоплена. Питание сено-подсолнухо. Кленовая выпечка. Жареная кубышка. А, кубышку все-таки жарят. Крекеры из рогоза. Извращенцы. Крыши из статуи бобра. Ну, давайте попробуем для повышения благосостояния. Рубим, не рубим? А нифига не рубим. Слишком далеко объект находится. Всего лишь на втором левеле находится. А, лестницы нет. Пардоните. Всего лишь на втором левеле. Украшеница. Есть крыши. Есть пугала. Украшение отпугивающей птицы с поля. Может, у нас птицы еду воруют? 200 науки фигня вопрос. 10 тканей не фигня вопрос. Надо было думать раньше. Крыша, крыша, крыша. Крыша, статуя бобра. 500 науки. 50 бревен. Нас только нету. Нам очень сильно нужно на производство. Пресс крыш ставить. Крыши, они дешевые-предешевые. Да и поставить, наверное, можно по одной. Да, слушай, они реально накрывают дороги. Давайте этот пробегной момент. Вот это пробегной момент. Вот это. Не, мы их потом снесем. Вы не переживайте. Мы потом поставим вавилонскую башню с округлением. Но пока что как-то так. И давай, родная. Давай, родная. Жги. Последние два кусочка дамбы. И мы в конец эпизода опять войдем с засухой. И очень сильно без еды. Куда девалась моркова, мы не знаем. Хотя вот она есть. Может мы должны ее собрать отдельно? Ресурсы, подсносности, постройки нет. Может тебе приоритет назначь, но я не знаю там. Сутки ради. Вот кусты они собирают. Кусты они собирают, аж бегом. Здесь тоже собирают. Ну, с голоду не сдохнем. Я думаю, что так на так, но выйдем. Немножко повысилось число наших жителей бобровых. И скажи, пожалуйста. Так, шлюзы, шлюзы, шлюзы. Поднимаем шлюзы. Оба. Давайте, бобры. Вся ваша жизнь стоит на вот этой, на кусочке дамбы. Мы должны увидеть это. 11 из 12. Еще один боец. Боец быстро бревно принес. Да. Да, да. Мы оттекли воду там. Мимо она вроде бы не пошла. Подошла. Да, заска тут подошла. А здесь все еще что-то есть. На случай всяческих неприятностей мы вот имеем маленькое озерцо. Тут можно, кстати, поставить на случай это страшного-престрашного. Упали хотя бы. И немножко вода оттолкнула. О, слушайте. А под водой-то? Окна светятся. У бобров больше электричества, чем у Невра. Обидно, грустно, печально. Ну, дамбу мы построили, значит мы молодцы. Поэтому чем? Поэтому делаем маленькую паузу. Не забываем про наш телеграм, дискорд и вконтакт. Ссылочки под видео в описании. Всем удачи. Всем до встречи. Увидимся немножко попозже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok